Я с Владимиром Алексеевич, родился 15 марта 1999 года, родился в городе Москва, приехал в Донецкую область, в военкомат. Там обозначили, видимо, с третьего рота 9-го полка. Нам говорили, что нас не будут кидать никуда не в горячие точки, никуда. Просто будем ходить в Инфридуа и держать третью линию обороны в Широкино. Все. Я Солодухин Алексей Александрович. Родился 26 ноября 1977 года в Челябинской области. С 98-го года проживаю в Подмосковье, в Химбург. Это твой сын? Это мой сын. Я с ним вместе поехал сюда, в Роскин. Все у меня было, у меня квартира, работа была. Я просто хотел помогать людям, я просто не понимал то, что происходит. То, что нас там обманывают, то, что... Нет, это совсем другое. То, что тут фашисты, нацисты и т.д. и т.п. То, что вы говорите, здесь, наоборот, мирных людей убивают. Да, не наша. Надо помочь им выехать туда. Надо сделать гуманитарный коридор, охранять его, чтобы люди спокойно выехали. Вот что нам. А Мариуполь на скос закинули. А мы в Мариуполь вообще нас закинули по неизнанке. Нас построили в час ночи, сказали, что 4 уезжаете. Сказали, что же денег в Широкино. Да. В Широкино приехали, нам отдали продукты. И потом мы сели в Мурал и поехали дальше. Потом мы уходим в Мурал и нам говорят, типа, вот. Вот. Никто об этом не знал, с кем мы ехали. Никто об этом не знал. Никто об этом нас не купили и делали. Офигели, когда вы знали, что мы на окраине Мурал и РУПы. Куда такой мы. Сейчас как-нибудь говорили, конкретно от кого. Сказали, от кого охранять. Гуманитарный коридор и все. Я работал на мебели, делал мебель, занимался громкой. Потом видел пост ВКонтакте, добровольца. Приехал, участвовал, в Таганрак оттуда приехал на Вазовск. Прошел в военкомат, там устроился. Я был водителем, ездил на дальние рейсы. Ну, в основном, Москва-Питер, но иногда там подальше было. Вот. Ну, ВКонтакте пост я не видел, я просто приехал одно раз к сыну. Вот. Он мне говорит, пап, я уезжаю. Я офигел, конечно. Сначала отговаривал. Он никак не соглашался. Мне сказал, там, говорит, даже гуманитарный коридор, они все равно, наверное, опасны. Я поеду с тобой. Вот так и поехал. Я не понимал всей ситуации. Мы совсем по-другому все. У вас защита у вас была? Бранжелет, каска? Нет. Аптечка, ничего? Нет, ну там был какой-то, мне офицер один дал. Такой пакет, типа, ну, первая помощь, как он называется. Вот у меня был в кармане, у меня его изъяли при задержании. То есть, у нас отправили без связной защиты, аптечки? Ну, в бой. Да. Именно, да. Мы решили сдаться в плен, потому что мы, когда только зашли в Болиуполь, мы сразу поняли, что нас кинули. Не туда, куда обещали. Мы не хотели стоять, туда работать. Помимо сожидать в город. Вот. Гом-коридорного обещали, мы бы там стояли бы и охраняли. Но нас кинули в такую фигню, в которую мы не подписывались. Поэтому мы сразу сказали, мы стрелять не будем. И мы не стреляли. Нас когда взяли, проверили наше оружие, оно не стреляло. А вот когда ваши нас взяли, они с поздним спросили, вы почему раньше не сдались? Мы сказали, что не знали. Не знали. Боялись. Куда бежать? Чего бежать? С победой, как бы выходишь, тут же стреляют. Ё-моё. Мы сидели и ждали просто. Сидели и ждали. Мы даже стреляли. Привет, мои любимые, мама, баба, сестра. То, что мы сюда приехали, это наша ошибка. То, что там говорят наши власти, это всё неправда, всё враньё. Всё совсем иначе. Тут из людей делают, представляют это по-другому. Фашисты. Эти люди добрые, они и как бы. Тоже такие же, как и мы. Тут нет такого, как рассказывают, то, что убивают свои, режут ещё чего-то. Тут всё по-другому совсем. Вот. Так что не слушайте власти. Я хочу обратиться ко всем, кто видит это. Я совершил выпуск поехал сюда, поверив тому, что говорят у нас по телевизору и по нашим интернет-ресурсам, что здесь творится. На самом деле здесь всё с точностью наоборот. Это наши самолёты разбивают здесь рук дома и гражданскую инфраструктуру, а не войска Украины. Я увидел здесь этот ужас. И хочу всем сказать, не верьте. Фашистов тут нету, нормальные ребята, которые держат свой город, обороняют свой город родной, где они родились. Тут из семьи, их родные, их близкие. Они просто защищают свой город. К нам отнеслись очень хорошо, даже очень хорошо. Люди хорошие тут, серьёзно. Тут нет зверей, как говорят у нас там. Как тут режут, убивают. Тут такого нет. Южно- Ryan- front if there is. Упланировали. Ты еще хотела. Тут там, habeя много ребят. Я всегда хотел, чтобы ворудить меня, если нет. Божanking encourage. Пшку. Видно?